Приветствую вас. Весь вопрос в данном случае читать я не буду. Вопрос достаточно объемный, обширный. Я зачитаю, собственно, сами вопросы. Я обрисую ситуацию в целом и, соответственно, приступлю к ответу. Суть вопроса заключается в агрессии мужа. Атор вопроса описывает своего супруга как человека очень хорошего. Атор вопроса описывает своего супруга как очень позитивного человека, которому в целом, да, у неё есть чувства. Но автор вопроса также говорит о том, что у супруга есть слишком агрессия. И агрессия возникает и проявляется тогда, когда супруг что-то делает, когда супруг чем-то занимается. Вот. Когда он выполняет, короче говоря, какую-то работу. Вот. Вот в этот момент, когда это происходит, у супруга возникают вспышки агрессии. В общем, начинает кричать, ругаться. Вот. Всё это происходит с применением физической силы. Ну, не к автору вопроса, а вообще. Вот. То есть там кидаются предметы и прочее, прочее, прочее. Автор вопроса говорит о том, что боится за себя, боится за дочь. Автор вопроса говорит о том, что у неё такая, ну, такая модель вызывает слёзы, что ещё больше раздражает её мужа. Вот. И она говорит о том, что муж к психологу идти не хочет. Вот. И давайте теперь, значит, вопрос. Значит, так. Скажите, пожалуйста, есть ли действенные методики, позволяющие подавлять данные приступы агрессии? Вернее, не подавлять, а направлять эмоции в более мирное русло. Я ему хочу помочь, возможно, он сам от этого страдает. Я могу это сделать в данном случае. Посмотрите. Как бы. Да, ещё важный момент. Автор вопроса и её муж живут в доме, ну, живут в квартире, в жилплощаде, вместе с её отцом. Это довольно важный аспект, довольно важный элемент. Вот. То есть муж как бы не чувствует себя хозяином. В доме, а автор вопроса его в этом в целом как-то понимает, да? Автор вопроса его как-то вот в целом в этом поддерживает и в целом как бы его понимает. Смотрите. Какая штука? Какая история? Агрессия – это двухсторонняя история. То есть с одной стороны, да, у человека есть своя проблема. И одно от другого нужно отличать. То есть нужно отличать как бы проблематику вашего мужа. и постановку его перед фактом его проблем – это первое. А второе заключается в том, что вы сами своим поведением можете, так скажем, провоцировать у человека агрессию. Вот. Как? Каким образом это может происходить? Так? Каким образом? Своим поведением, негласной, негласной коммуникацией. То есть когда коммуникация, вот, ну, как бы, негласно, так скажем, вызывает у него, у другого человека ощущение, что его как-то подавляют, да, его как-то вот, как-то вот, ну, как-то давят, как-то давят на него. Вот. То есть этот момент очень важно учитывать. Как это происходит с вашей стороны, да? С вашей стороны происходит так, что, возможно, возможно, вы создаёте такое впечатление у своего мужа, что от него слишком многое зависит, что, как бы, всё держится на нём. И когда человек чувствует эту чрезмерную ответственность, вот, это всегда, как бы, вызывает напряжение. То есть важно понимать, что у вашего, у вашего мужа откуда-то берётся напряжение, да? Это напряжение может браться из чувства вины перед вами, вот. Это напряжение может браться из ощущения ответственности, в том числе чрезмерной ответственности. Это ощущение может появляться из того, что у него складывается ощущение, что он один. То есть он один, по его мнению, решает все проблемы. Вот. Ваши слёзы, вот именно слёзы, ну, вот то, как вы об этом говорите, да? Вот. Это ваша реакция, это ваша возможность, это ваш способ быть, условно говоря, такой, какой вы хотите быть. А его агрессия, это его способ быть тем, кем он хочет быть. Иными словами, в отношениях вы не являетесь в полном мере теми, кем вы оба хотите быть, к сожалению. И вот это, на мой взгляд, является основной проблемой ваших отношений. Вот. Соответственно, что такое агрессия, да? Это угроза. В первую очередь, это угроза. Агрессия, это когда есть что-то, что мне угрожает. Агрессия, это когда есть что-то, что я воспринимаю как угроза. Вот. Соответственно, здесь непроработанность распределения обязанностей. Непроработанность структуры семьи. Ну, то есть как-то вот в полном мере, да, это вами непроработанность. Это перекладывание, в какой-то степени, вами ответственности на своего супруга за то, за что не нужно бы перекладывать на него ответственность и так далее. Вот. Я понимаю, что, возможно, то, что я говорю, не очень понятно. Вот. Я отдаю себе в этот отсчет, поэтому я постараюсь свою позицию, скажем так, несколько прояснить на конкретных примерах. Вот. Надо же, смотрите. Вы пишите. Добрый день. Очень надеюсь на вашу помощь. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее, что вы, как бы надеясь на нашу помощь, демонстрируете свою беспомощность. Это важно. Потому что, если вы и мужу своему демонстрируете беспомощность, то это как раз таки и может вызывать агрессию. Соответственно, к вам сразу вопрос. А часто ли вы чувствуете беспомощность вообще по жизни? Часто ли вы ее ощущаете? Ну вот, беспомощность. Если да, то с этим нужно работать. То есть, больше личной ответственности у вас. Больше, так сказать, опоры на себя. То, что мы видим здесь, опоры такой вот на себя не предполагают. То, что мы видим здесь, в большей степени связано с опорой на других. Здесь. Я поясню. В случае возникновения в отношениях элементов, которые для вас неприемлемы, в случае, ну вот, в случае возникновения таких моментов, таких элементов, таких аспектов, которые, ну вот, для вас неприемлемы, скажем так, должна следовать реакция. Реакция ваша должна следовать. Я думаю, вы понимаете, что такая реакция не следует. Я думаю, вы это понимаете, я думаю, что в этом вы отдаете себе отшел. Дальше. С мужем вместе почти три года, полгода из них в официальном браке. То есть, вы три года знакомы, получается. У меня 28, ему 30, у обоих брак первый, сейчас ждем ребенка. Давайте раскроем, давайте раскроем. В первую очередь, давайте раскроем значение брака. То есть, что значит брак для вас, для него. Второе, давайте раскроем значение ребенка для вас и для него. Ну, просто вот раскроем, просто вот постараемся как-то прояснить. Заодно постараемся исключить возможность того, что реакция муча связана с ребёнком. Значение давайте раскроем из того, что вы живёте вместе с вашим папой. То есть да, отношения с папой у него неплохие, это правда. Именно, именно вот, отношения с папой вашим, как я понял, у него неплохие, это хорошо, но что важно, так это значение, значение, повторюсь, значение того, что вы живёте со своим отцом. То есть, ну, обговаривали ли вы этот момент со своим супругом, что вот вы будете жить с вашей бабой, и как он к этому в целом относится, вот. Какие отношения у него с вашей бабой, то есть, опять же, вы говорите, что отношения хорош, вы говорите так. И я вам верю, я не говорю, что вы обманываете в этом смысле. Я больше про то, что важен характер взаимодействия между вашим мужем и вашим отцом. В какой-то степени вы же говорите про конкуренцию здесь, что ваш муж как бы конкурирует с вашим папой. Вот и давайте посмотрим, с чем эта конкуренция связана. Как правило, конкуренция связана с недостаточно доверительными отношениями между людьми. Дальше. Муж имеет много положительных качеств. Хозяйственный, не пьющий, не гулящий, искрится при любой возможности заработать хоть небольшие деньги, много помогает недомастными делами. Делами, тем более, сейчас, когда я в положении. А вот здесь про что? Здесь про то, что вы хотите видеть своего мужа в определенном ключе. Когда вы перечисляете его качества, вы говорите о своих желаниях. То есть вы выделяете в мужа какие-то качества, но целиком его не принимаете. Теликом его не видите даже, не принимаете, не видите. А что если, что если, что если, я скажу, что его агрессия является продолжением, следствием того, что он такой. Что если я скажу, что его агрессия является следствием того, что он помогает, не пьет, не гуляет и так далее. Вот чисто гипотетически, чисто гипотетически. Согласны ли вы с тем, что ваш муж не будет таким, как он сейчас, но и не будет агрессивным или менее будет агрессивным? Или вы хотите, чтобы он оставался таким же, как он сейчас. Но просто чтобы не было агрессии. Если так, то извините. Это несколько инфинциализированная позиция. Потому что не бывает такого, что мы у человека какое-то качество убираем, да? Вот. Ну просто вот убираем какое-то качество у человека. А все остальные позитивные качества остаются. Так не бывает. Если мы убираем какое-то качество, если какое-то качество исчезает, то энергия переходит во что-то другое. Например, во вредные привычки какие-то. Дальше. Что-то вы перечислили, не пьющий, не гулящий. Имеет ли для вас это значение? Почему вы именно это перечислили? Не может ли быть здесь такого аспекта, что вы как-то сталкивались с тем, что кто-то в вашей семье пил, курил и так далее? Коль и так, то мы можем говорить о подозрении на созависимость. Мы можем говорить в таком случае. То есть мы можем говорить о том, что вы, вероятно, находились в созависимых отношениях. Вот. Если это так, то отдельно с этим нужно работать. Отдельно это нужно корректировать. Понимаете, да? Я надеюсь. Отдельно повторюсь. Дальше идём. А у нас тут, что вы пишете дальше? Меня пугает кто-то, ни с того ни сего может сорваться, и его из того, что потолкнёт через вас, уграть невозможно. Здесь нужно решать проблему ваших страхов, в первую очередь. То есть почему-то вы это принимаете на свой счет. Что с этим делать? Я бы сказал, что это проблема. Потому что вы принимаете это, повторюсь, на свой счет. А почему вы принимаете это на свой счет? Непонятно. Ну, агрессия напрямую здесь с вами не связана. Вы боитесь. Необходимо опредметить, что называется, ваш страх. Именно опредметить его. Что это значит, опредметить ваш страх? Да? Опредметить ваш страх означает для себя определить и понять с тем. Для себя определить и понять, чего же я боюсь. Почему меня это пугает? Нет. Одно дело, если вы считаете подобное поведение неприемлемым. Это одно дело. Это один аспект. И совсем другой аспект, когда вы говорите, что вас это именно пугает. Тут вот нужно понимать, что если вас что-то пугает, то проблема в первую очередь здесь. Ваша. Ну, ведь пугает вас. Значит, и проблема ваша. В какой-то степени. Вот. Анимуза. Как бы это в данном случае не звучало. Понимаете, да? Это проблема ваших страхов. Дальше. Обычно это происходит, когда он чем-то занят, убирает, ремонтирует, что-то изучает, что-то по работе. В общем, устаю. Когда отдыхает на кровать, всегда добрый и ласковый. Спичка агрессии у него может спровоцировать любое сказанное не такное слово или действие. Например, за обедом его разозлилось, что я сломил кусок хлеба от другого куска руками, а не отрезан. Женгром кричат мордом оскорблять меня, стучать по столу руками или кидать примету на пол, говоря, что я его взбесила. Видно, что я раздерживаю, чтобы не ударить меня. Говорит, что уедет себе поселок у него там, дом со мной разведет, что ему надоело жить в одном доме с моим отцом. С моим отцом у него нет конфликтов, но видно, что он очень хочет быть хозяином. Я его в этом плане понимаю. У меня от такой агрессии начинают слезы и паника. Вот, это ваша вообще проблематика, да, если вот начинают слезы и паника. Вот, со слезами и паникой нужно работать. Это чисто ваша реакция. Дальше. Вспышки вашего мужа. Как вот некая такая... Ну, некая такая реакция, можно сказать, на усталость, да, вспышки вашего мужа. Как некая реакция на усталость, связанная с тем, что между вами отсутствуют доверительные отношения. Знаете, какая здесь история? То есть, ваш муж, иными словами, ваш муж, для вас много чего делает. Это правда. Это правда. Рассказывать о тех вещах, которые его беспокоят, так же не получается. Почему-то, 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 так же не получается. И вспышка агрессии, это единственный способ, о себе заявить. Заявить о своих чувствах. Дальше. Если поощряется, так скажем, такое слово употребить, поощряется ласковость в поведении, да, то есть, какая-то вот, ну, в данном случае, защита вас, то не опощряется, вероятно, что-то тревожно и что-то неприятно. То есть, на словах, может быть, и проговариваются, что, ну, ты рассказывай, ты делись всем, что тебя волнует. На словах, да. А по факту нет. Понимаете? Обратите внимание на «до», по поводу чего и как. Вы со своим мужем коммуницируете. Дальше. Так, его бить еще больше, спустя. Так, вот обратите внимание, вы не говорите, от чего у вас начинают слезы и паника. То есть, вы это не анализируете, вы туда не уходите. Вот он, значит, начинает меня успокаивать, называют ласскими словами, весь день готов с меня пленки сдавать, как будто чувствует вину за свой срыв. Это правда, вы его вините. Говорит уже, что никакой развод поработать не будет. А здесь идея про то, что, опять же, как будто бы все зависит от него. Как будто бы все на нем. Я, с одной стороны, могу его понять. Возможно, выходит на ручки какие-то детские обиды, нереализованные. Ладно, не хочу, чтобы он свой зло срывал на мне. Он не срывает зло с вас, он просто срывает зло с вас. Вы это принимаете на свой счет. Я после этого чувствую себя глупой, какой-то неполноценной, что не заслужило хорошего отношения. А это ваша проблема. Это проблема вашей самооценки. Знаете, как это штука? Это проблема вашей неуверенности в себя. Что может чувствовать и что вызывает у него дополнительное напряжение, и он срывается. В то же время расходиться не хочу, люблю его, понимаешь, что этой проблемой можно справиться, но он к психологу идти не хочет, к сожалению. Почему? Как объяснять? А если это для вас тоже не мотивация? Ну и вам нужно поработать, в принципе. С другой стороны, мне постоянно страшно, что если я скажу или сделаю, что-то не так в очередной раз. А чего вы боитесь? Ну давайте вот страха приметим. Такое ощущение, что вы боитесь расстолкнуться с тем, что вы глупая, что вы неполноценная. Боитесь сталкиваться с тем, что вы в себе не принимаете? Я боюсь. Так. Но в страйке постоянно невозможно. Согласен, но это ваши проблемы, а не его. Он в своем поведении напоминает мне маму, если я не случился. Беспорядок, она впадала в истерику, начинала бить и ломать примеры, и вдобавок избивал меня руками или ремнем. Складывается ощущение, что вы стремитесь к тому, что вас наказывали. То есть, на сути, это стремление к наказанию. Вы выбрали человека, который вас наказывает. Почему? Потому что вы наказываете себя сами. За то, что вы неполноценные, за то, что вы глупые и так далее. И так далее. Мне не хочется возвращаться в те ощущения, хочется просто душевного спокойствия. А это про избегание. Я буду избегать того, что я в глубине души считаю себя неполноценным. Я буду закрывать на это глаза и просто буду жить в элисе. Вот вам муж и создает элисию. Своим поведением, своей заботой, своей стабильностью и так далее. Но расплава за это какая? Наказание. Да? Вот. То есть, опять же, смотрите, душевное спокойствие здесь, я подчеркиваю, только здесь, душевное спокойствие, нам видится как бегство. Нам видится здесь душевное спокойствие как бегство от реальности и избегание проблематики, избегание своих противоречий. То есть, само по себе душевное спокойствие окей, само по себе душевное спокойствие это прекрасно, великолепно и супер. Вот. Но, повторюсь, конкретно, вот конкретно, в данном контексте это воспринимается именно так. Боюсь за нашу дочь, когда она родится, он должен будет срываться на ней и сломать ей психику. Ну, это скорее при сравнении ваших страхов и интересно, почему ваш муж не боится за дочь. Ну, психологу, если не хочет. То есть, как бы вот разница в отношении и разница в позиции здесь чувствуется. Так, что я могу сделать в данном случае? Начать работу над собой и, собственно, начать работу над собой, работать со страхами, с детско-родительскими отношениями и, по-видимому, собственной самооценкой, которая у вас, на мой взгляд, ну, мягко говоря, хромат. Другой вопрос, другой вопрос. Можете ли вы работать с этим сейчас? Вот какой вопрос. То есть, можете ли вы заниматься этим сейчас, будучи беременным? Потому что обычно психотерапия беременных, как бы, имеет свои дефиниции. Вот. Конечно, если ситуация острая, то психотерапию нужно начинать сейчас, прямо, несмотря на то, что вы беременны. Вот. Но если вы можете со своим мужем договориться как-то, да, то есть, ну, просто элементарно, что называется, элементарно, договориться с ним по поводу того, что, ну, ты не уставай так. Вот. Вот. Ну, зачем так уставать-то? Для чего так уставать-то? Вот. Вот. То есть, если вы сможете со своим мужем договориться, чтобы он не уставал, и чтобы, соответственно, не... не провоцировались, да. а вспышка агрессии, например, ну будет уже неплохо. По крайней мере беременность вы как бы пройдете, а дальше уже можно на терапию как бы, ну дальше уже можно на терапию обращаться, в принципе, вот, дальше уже можно, ну как-то вот, заняться, да, работать, над собой. Если договориться не получается, если вот не получается, ну вот, прийти к какому-то решению, да, тогда, конечно, имеет смысл терапия начать прямо сейчас, чтобы свое поведение, чтобы у него было меньше вспышка агрессии. Вот. Такая история здесь. Вам мой коллега весьма справедливо указывает на нахождение всезависимых отношений, что вполне естественно, с учетом того, что у вас были деструктивные отношения с семьей, вы, как бы, роль жертвы, как бы, ну в данном случае, вот, в буквальном смысле, питались молоко маселем. И вы этой жертвой остаетесь, на самом деле. Человеком, который, который, может быть, какие-то вещи прямо не говорит, человек, который ответственность за свою жизнь в некоторых аспектах прикладывает на другого, человек, который ценит другого за позитивные, стабильные качества, но не за, там, увлечения, не за особенности ни в целом человека. Вот. Вы остаетесь человеком, который боится агрессии, самое главное, вы остаетесь человеком, который пытается компенсировать то, что он не полноцет. Вот. И стремиться к душевному спокойству именно в контексте избегания осозновения всем, что больно. Соответственно, в этом, в этих ключах вам нужно работать. Да? Вот. Я бы сказал такую несколько банальную, может быть, вещь, что двигаться нужно в противоположную сторону от идеализации. Идеализация своего мужа – это первое. И так далее. Вот. И, повторюсь, такое ощущение, что все зависит от вашего мужа. Такое ощущение, что в семье присутствует только ваш муж, но и ваш отец. А вы, как бы, вас нет. Нет вашей позиции, нет вашей личности. Вот. Я немножко утрирую сейчас. Немножко усилию. Я понимаю, что в каких-то моментах она есть. Но глобально, исходя из вашего текста, исходя из вашего сообщения, у меня такого впечатления, к сожалению, не сложилось. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Позволит вам начать изменения именно в себе. Вот. Потому что тоже обратите внимание на вопросы, которые вы задаете. Есть ли действенные методики, позволяющие подавлять данные приступы. То есть вы данные приступы как бы отделяете от своего мужа. Но эти приступы и есть ваш муж. Ни вы, ни он не принимаете того, что за этими приступами стоит. И кто знает, может быть, и не примите. Это первое. Вы отделяете приступы от личности своего мужа. Ну, как классический созависимый. Ну, без алкоголя он, вот, идеальный, как бы, парень. Без наркотиков он идеальный партнер. Без агрессия это идеальный муж. Так не бывает. Идеальных людей не существует. Понимаете? Это важно. Следующее. А вы хотите сделать, вы хотите ему помочь. Но проблема-то у вас. Не ему надо помогать. А вам. Самой себе. А еще не менее важный вопрос. Не менее важным вопросом здесь является момент, аспект появления агрессии. Когда она появилась. В какой момент появилась агрессия. То тоже было бы весьма ценно. Это понять, увидеть. Зафиксировать. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Если не хочет муж, обращайтесь сами. Не затягивайте, потому что ситуация, как правило, имеет тенденцию ухудшаться.